Докажите, что если АВС длинны сторон треугольника, то выполнено вот такое вот симметричное неравенство. А квадрат умножить на 2В плюс 2С минус А, плюс В квадрат умножить на 2С плюс 2А минус В, плюс С квадрат умножить на 2А плюс 2В минус С, больше или равно чем 9АВС. Это довольно простая задача. Пожалуй, есть два разумно быстрых способа решения. Один из них состоит в том, чтобы уменьшить количество параметров, а именно ввести новые буквы А разделить на С, обозначить буквой Х, Б разделить на С, обозначить буквой У. Другой способ решения – это перейти от длин АВС к отрезкам, которые задают расстояние от вершин треугольника до точек касания вписанной окружности. Ну, давайте я сначала рассмотрю первый способ решения. То есть, Х – это А разделить на С, У – Б разделить на С. Неравенство перепишется в таком виде. Х квадрат умножить на 2У плюс 2 минус Х, плюс У квадрат умножить на 2 плюс 2Х минус У. Мы просто все поделили на С в кубе. Плюс 2Х плюс 2У минус 1 больше или равно чем 9ХУ. Ну, соответственно, если раскрыть скобки и немножко переставить, то получится такое более симметричное. Но заметьте, оно третьей степени. Там есть Х куб плюс У куб. Или там ХУ умножить на Х плюс У. Ведь в школе обычно имеют дело с многочленом второй степени, а здесь третья. Но все не так страшно. Ведь, смотрите, неравенство треугольника дает нам такие соотношения. А плюс Б больше С, А плюс С больше Б, Б плюс С больше А. Поделив на С, получаем Х плюс У больше единицы, Х плюс 1 больше У, У плюс 1 больше Х. Получается, что такая область имеется в виду, что, конечно, короля не входят в нее, а вся область не входят. Отлично. Неравенство, которое мы начали доказывать после деления на С в кубе, превращается во второго. Обратите внимание, на третья степень. Но, если мы зафиксируем сумму неэксклюзивей, ну, как мы будем конкретно перейдем к его сравнению с х плюс У кубе, то превратится в функцию второго степени. Почему? Потому что, вот здесь видите, минус Х в кубе, минус У в кубе, выносим Х плюс У, остается выражение второго степени. Здесь вот есть два ИСК в квадрат и два ИСК в квадрат, выносим Х, Х плюс У изменяем на ответ, и опять получается выражение второго степени. Причем симметричное отражение, если поменяешь на 100 икс, то ничего не изменится. Они просто поменяются на 100 икс, а вообще-то это смысл не изменится. Поэтому, если рассматриваем задачу, чтобы это было отрестие, то достаточно из-за симметрии проверить, что в решении параболы оно верно. И что оно верно вот здесь, тогда из-за должности икс, можно меня не узнать, там оно где-то автоматически верно, и везде надо есть в данную ветвину. Значит, нам нужно теперь забрать два случая, когда х равно у, ну, то есть когда а и б, это одна и та же величина, икс равняется икс плюс один. Итак, осталось забрать два случая. Икс равняется икс, один случай, и другой случай, икс это икс плюс один, другими словами, а это б плюс с. Смотрите, если х равно у, то получается многочлен третьей степени, 2х куб минус 5х квадрат плюс 4х минус один, у которого, очевидно, есть корень единица, поэтому он делится на х минус один, и в частном получается 2х квадрат минус 3х плюс один, а у него опять есть корень единица. В результате получаем х минус один в квадрате умножить на 2х минус один, ну, а у нас ведь помните, у нас же как было, прямая х плюс у равно единице, она задавала вот такое условие, что х плюс у больше, да, единицы. Ну, соответственно, если х равно у, то 2х больше единицы. Значит, действительно, 2х минус один больше нуля. Все. Теперь давайте посмотрим на крайние точки, вот там, где х плюс у равнялось d, а у равнялось х минус один. Все легко. Если а как нуля b плюс c, то просто везде вместо подставляем эту величину и считаем, 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 получаем неравенство 2 умножить на b минус z к квадрату больше единицы. Второй способ решения основан на такой замечательной идее. У любого треугольника есть писанная окружность, а значит, есть вот эти вот расстояния от вершины пирольника до точки касания. Они вот единицы равны, и эти вот, и эти равны, и эти вот, и эти равны. И значит, есть такие вот x, y, z, что а это y плюс z, b это x плюс z, а, c плюс y. И вот через эти самые x, y, z перепишем наши неравенства. Мы просто везде эти места подставляем, места подставляем, места подставляем, места подставляем, места подставляем, и так далее, и так далее. Получается такое выражение. Надо теперь понять, почему же это не проникло вверх. Ну, давайте вот перепишем. x, y, z оставили слева, а было 3 x, y, z, соответственно, 2 x, y, z перенесли вправо. Ну, что у нас получается? Выражение, которое легко разобряется на умножителя. И вот этого равенства, конечно, можно просто проверить в распусковке. Но есть и другой способ смотреть. Это же симметрическая функция. Поэтому достаточно проверить. Ну, поскольку лицент при x куб, видно, что здесь минус единица, и здесь тоже минус 1, 1, 1, 1, коэффициент при x куб, минус 1. Так вот, достаточно проверить, что делится он на это. Как это проверять? А достаточно посмотреть на это выражение. Подставив вместо x на y плюс z и проверить, что он будет 0. А это очень легко. Смотрите, вот это вот строгаемое вообще обновляется, если чесать. Вместо x, я повторяю, y плюс z подставляем. Поэтому здесь будет просто 2z, 2y, квадрата, z. Здесь у нас с вами, еще вместо x подставляем, y плюс z будет 2z, квадрата, y. А здесь будет, что у нас будет, y плюс z умножить на y, z. Да, видно, что 0. Ну, по теореме результ, если при x равно y плюс z получается 0, значит, мангажен делится на y плюс z минус x. Отлично, доказали мы это равенство. И теперь смотрите, что у нас есть. У нас слева x и y, z. А справа у нас вот эти вот три скобки. Известно, что x, y и z положительные числа. Мы должны доказать неравенство. x, y, z больше или равно, чем прождение этих трех скобок для любых положительных чисел x, y, z. Если эти три скобки все положительные, такое, в принципе, возможно, то мы пользуемся вот таким забавным приемом. x квадрат больше или равно, чем разность x квадрата другого квадрата. А здесь возлагается на множество. То же самое. y квадрат больше или равно, чем вот такая разность квадратов. Опять возлагается на множество. И мы сказали, что все три скобки, пусть, будут у нас неотрицательные. Тогда x квадрат, y квадрат, z, квадрат больше или равно, чем вот такие штуки. Перемножив все это, это можно делать, потому что мы предположили, что все неотрицательные. И квадратный корень из встречи все получится. Теперь что делать, если одна из скобок отрицательная? На этом счет того, тогда у нас правая часть отрицательное число, а вред вложателем. Если две скобки вдруг оказались отрицательными, откуда не бывает? Представьте себе, скажем, если вот эта вот у нас меньше нуля, значит, что x больше, чем сумма или плюс z. Но в таком случае, очевидно, эти скобки будут уложены. Не может быть, что среди этих скобок две или две отрицательных. Одна может, а больше нет. Ну все, задача решена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok